Приветствую. Пару минут полезной информации от ЭМЗАП. Всех взбудоражило постановление правительства о повышении утилизационного сбора, вступившее в силу 1 августа этого года. Давайте вкратце проясним ситуацию, кому придется платить больше и на сколько. Естественно, правительство заявляет, что повышение ставок утилизационного сбора связано в первую очередь с тем, что необходимо финансово поддержать отечественный автопром в трудные для отрасли времена. Впрочем, и сами автопроизводители Автоваз, ГАЗ, КАМАЗ не скрывают, что пролоббировали эту поправку в правительстве. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что половина поступивших средств пойдет на поддержку российского автопрома. Так что же вас ждет сегодня, если вы захотите самостоятельно пригнать авто из-за границы? Новая мера поддержки отечественного автопрома больнее всего ударит полюбителям В8. С 1 августа, если вы возите автомобиль объемом свыше 3,5 литров и старше 3 лет, вам придется раскошелиться на 1 млн 623 тысячи рублей. За новый автомобиль с таким же объемом придется отдать 1 млн 235 тысяч рублей. Это только утилисбор, не считая остальных платежей. Нас с вами это мало касается, ведь львиная доля корейских авто оснащается двигателем объемом до 3 литров. Итак, за вот такой Kia Sportage вам придется заплатить барабанной дробь все те же 3400 рублей, как и 10 лет тому назад, или 5200, если авто старше 3 лет. Но не все так просто, ведь дьявол кроется в деталях. Есть ряд ограничений, которые распространяются на перепродаже авто. Дальше самое интересное, и сразу хочу заметить, что от внесения поправок до принятия они претерпели некоторые изменения. И скорее всего федеральный закон под номером 89 еще не один раз будет переписан. Представим ситуацию, когда вы купили авто в Корее и растаможили его на свое имя. Пригнали и заплатили утильсбор в размере 3400 рублей, но при этом продали авто в течение года, с момента растаможки. Новому владельцу вашего автомобиля придется доплатить разницу по ставке юрлица. А это уже, внимание, 528 800 рублей за авто старше 3 лет с объемом двигателя до 2 литров. Дальше там вообще жесть. Хочу процитировать выдержку статьи 24.1 ФЗ 392, которая гласит, что «Плательщиками утилизационного сбора для цели настоящей статьи признаются лица, которые приобрели транспортный социальный территорий Российской Федерации у лиц, не уплативших утилизационного сбора или у лиц, не уплативших в нарушение установленного порядка». Многие сейчас зададутся вопросом, а почему второй владелец будет оплачивать разницу? И на это есть простой ответ. Этим решением правительство напрочь перечеркивает деятельность разного рода автоперекупов. Физических лиц. Тех, кто до 1 августа пригонял десятки, а то и сотни автомобилей. В общем, эта поправка перекрывает кислород всем автоброкерам, которые возили автомобили по СБКТС и таможенные начальники для последующей перепродажи. Остается открытым вопрос, как простой обыватель будет приобретать автомобиль за границей. Ведь это достаточно сложная процедура. Есть два очевидных решения этой проблемы. Первое и самое простое – это платить больше. Заказывать автомобиль у перекупа и оплачивать утилизационный сбор в полном объеме. Второе – покупать автомобиль самостоятельно. Но, ввязываясь в это мероприятие, вы должны понимать, что столкнетесь с массой подводных камней. Подбор, растаможка, доставка. С растаможкой тоже сейчас не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Вполне вероятно, что предложение по новому утилизбору сделано для того, чтобы автомобиль переходил в собственность конечному покупателю, который будет эксплуатировать его как минимум три года до последующей перепродажи, а не становился инструментом заработка для целого ряда перекупов. Уже сейчас фиксируется снижение число таких предложений, поскольку потребители не готовы покупать б.у. автомобиль за сумму, превышающую стоимость нового автомобиля. По моему мнению, спрос скоро переориентируется на автомобили китайского производства, поскольку те, кто привык ездить на новых машинах, будут покупать именно их, даже если придется менять привычный бренд. Кроме того, рынок машин с пробегом формируется с учетом продаж новых автомобилей. То есть, чем больше в стране будет новых официально поставленных китайских машин китайского производства, тем больше их станет на вторичном рынке. Есть еще, конечно, призрачная перспектива, что наша страна скоро вернется к прежним условиям для поставки автомобилей по официальным каналам автопроизводителей, но надеяться на это не приходится пока. На этом у меня все. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И помните, чем выше забор, тем глубже поднимем лазейки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok